Токтобек Садыков работает на заводе пятый год и считает, что устроился на хорошее место. В месяц у него насчитывается 15 трудовых дней, за которые он получает зарплату в 20 тысяч сомов. Кроме того, механизатор имеет социальный пакет. У нас хорошая зарплата, которую мы получаем вовремя. Питание бесплатное, 15 дней работаю, 15 дней отдыхаю. На заводе производится доломитовое стекло. Благодаря этому минералу продукция отличается своими качеством и прочностью. Кроме того, доломит пользуется спросом и на экспорт. Компании в соседних странах заинтересованы закупать минерал в больших объемах. Три года мы очень активно сотрудничали с городом Алма-Ата. Но из-за коронавируса уже второй год идет кризис. Наши партнеры обанкротились. Сейчас готовим ряд предложений по сбыту. Завод покрывает местные потребности в доломитовом стекле. Так, продукцию закупают предприятия в городах Токмок и Майлису. А вот каменные отходы при добыче доломита можно использовать как материал для дорожного строительства. Таким образом, на заводе налажено безотходное производство. Эти отходы хорошо пригодятся как инертный материал при строительстве дорог. В основном закупают на ближайшие дороги. В прошлом году засыпали на 10 километрах дорог. В Нарынской области есть только несколько крупных производств, таких как доломит. Если учесть, что горный район богат на полезные ископаемые, то их разработка была бы прекрасной возможностью для экономического подъема региона. Местные власти говорят, что готовятся проекты по развитию промышленности. В первую очередь, это документы по Чакангес. Юридически закончилась трансформация земель. Начинаются работы. В Нарынском районе планируем открыть два кирпичных завода. Проходит трансформация земли под предприятие. В Качкорском районе до конца года планируем запустить мусороперерабатывающий завод. Однако удаленность Нарынской области и экстремальные климатические условия гор пугают многих инвесторов и доноров. Из-за этого местным предпринимателям приходится прикладывать немалые усилия для запуска производств.